У меня в гостях Михаил Гусманов. Михаил, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании и на чем она специализируется. Моя компания называется NLT Trade. Мы занимаемся профессиональным освещением магазинов. Делаем это профессионально. В прошлом году сделали больше 300 проектов в разных сегментах. И на этой выставке я буду рассказывать про эмоциональную составляющую покупок, почему женщины ходят в магазины и как свет играет в этом очень важную роль. Михаил, не могу вас не спросить. Какую роль играет свет для потребителя именно? Свет бывает разный. В первую очередь свет должен быть правильным и качественным. От того, какой световой прибор установлен в вашем магазине, от этого зависит восприятие магазина. Дорогой он или дешевый, качественная одежда или некачественная. И визуальный контакт, первый визуальный контакт человек делает именно глазами. Потом он уже заходит в магазин. Поэтому с правильного света нужно начинать с витрин, с входных групп, с фасадов, если у вас Street Retail. И дальше, вплоть до примерочной, свет должен быть профессиональным. И есть определенные секреты в этом. А свет, вот выбираете вы как? То есть к вам приходят, говорят, какой свет хотят поставить. А дизайн же у них магазина же уже есть определенный. Совершенно верно. Все зависит от дизайна. Мы отталкиваемся в первую очередь от того, как сделан дизайн, какая идея заложена в бренде. Что придумали дизайнеры, мерчендайзеры для того, чтобы процесс покупки был максимально комфортным и доставлял в данном случае женщинам удовольствие. 80% ритейла у нас так или иначе ориентировано на фэшн ритейла, ориентировано на женщин. А вот если дизайн самого магазина не впечатляет, можно ли светом сделать его особенным и эксклюзивным для потребителя? Как правило, мы рекомендуем начать именно с дизайна. Конечно, поменять лампы можно сделать, но если магазин сделан некачественно, неудобно покупателю, то большого эффекта в продажах, в конверсии, в покупку будет незначительный эффект. Поэтому нужно начинать с дизайна, с мерчендайзинга, с управлением внутри магазина, потоком. И потом уже свет усиливает эту коммуникацию внутри магазина. Поэтому свет можно сделать качественный, но нужно делать качественный в первую очередь магазин. Михаил, скажите, пожалуйста, какие цели и результаты вы ожидаете от выставки CPM? Я уже принимаю участие в выставке CPM не первый раз. Выставка является очень знаковым событием и осенняя-весенняя сессия. Здесь собираются не только известные бренды, байеры, но и эксперты со всего рынка, которые дают больше возможностей, больше знаний ритейлерам, которых в большом количестве приезжает из регионов. А сейчас именно в регионах большой драйвер роста, рынок снова начал возвращаться к интересному развитию. И здесь очень важно быть вместе, делиться опытом и развивать ритейл, фэшн ритейл совместно. Михаил, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...